А вы что, врач что ли? Врач, реанимация. Да? Ой, только давайте без искусственного дыхания как-нибудь обойдёмся. Хорошо. Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Светлана, Марина и Любовь. И бороться они будут за Виктора. Доктор, настроение хорошее? Да. Пойдёмте, будем лечить всех. Виктор, 56 лет. Пока лежал в больнице после аварии, узнал, что жена встречается с его лучшим другом. Виктор – врач-анестезиолог-реаниматолог на скорой помощи. Гордится своей работой. Признаётся, что любит выпить. Предупреждает, что регулярно ходит в церковь. Виктор избегает феминисток и женщин-командирш. Его идеал – это мягкая и уступчивая хозяюшка с русыми волосами. Рада вас видеть. Я хочу сделать подарки. Мы любим подарки. Лариса, это самое ценное для меня. Что-то ради брони. Судя по узким губкам, он юморист. Виктор, а из-за чего вы в больницу-то попали? Был на свадьбе у своего родственника. Решил сходить к брату своего отца. Это была деревня. 90-е годы, темно, на улице света нет. Шёл, услышал рокот мотоцикла, потом удар и очнулся в больнице. А шёл, естественно, со свадьбой в состоянии алкогольного опьянения, сами понимаете. На свадьбе гуляю. А вы вообще такую ручку не отведёте, да? Любите? Ну, люблю. Не буду. Но свободное от работы время. Да, ладец. И два-три раза в неделю. Да? Ну, я не считал, сколько раз в неделю. Но иногда после трудного дежурства, знаете, что такое две смерти в присутствии. А у нас такое бывает. Мужчина, который любит выпить, мне не нравится. Потому что у меня два таких мужчины было. Ну, давайте про друга. Ну, мой замечательный друг сказал, что, прости, Виктор, вот у нас так получилось, я люблю твою жену, я её увожу. Ну, причём, я сказал, с сожалению, без агрессии. Для меня это было такой новостью. Я думал, что это только в сериалах, в фильмах там... А жили всё хорошо с женой, дети. Ну, я вот сейчас анализирую прошлое. Я считаю, что большая вина была моя в том, что, пытаясь сбросить напряжение работы в сельской местности, там работа врача – это не работа, это образ жизни. Когда ты приходишь с работы, тема может в любой момент прибежать... Врач и учителя – самые уважаемые люди. Но врач – это ещё и спаситель. Вы просто после церкви второй. И, конечно, каждый с пустыми руками не придёт и угостит, и принесёт. Я сама из местности, из такой же. Да-да, это очень сложная работа, и поэтому я как-то нашёл выход, чтобы стресс иногда стал употреблять. Ничего особенного такого нет, не вижу. Так, а что нужно особенное нам? Ну, высокого, статного, красивого. Жена не стала терпеть ваших, да, вот этих загулов трёхдневных. Ну, как вы, не загуливали, а расслаблялись. Да я мог не вернуться. А на выходные в сельской местности сколько дел по дому? Женщине нужно помогать. А как вы будете помогать, если вы никакой? И вот она, наверное, себе всё это тащила, а вы такой важный гоголь в местности, просто практически царь, все за помощью. А тут вам мусор вынести, посудку помыть. Да, Лариса, наверное, вы прямо вот сейчас дополняете мои переживания, что я вот неправду. Угу. Неправду. Не помогали? Она тоже была врачом, кстати. Да, только женщина-врач, такая же королева в местности, приходила домой ещё постирать, погладить с детьми. Детей сколько было? Двое детей. Двое детей приготовить, постирать, да ужас какой. И вы с своими разговорами. В общем, когда в больнице ваш друг сказал, увожу? Я не поднялся, я его не ударил. Потому что я очень уважал. Сил не было, потому что уже был выключен? Нет, не потому что, потому что я уважал его как человека. Он уже не вполне достойный. Главное, что это профессия такая нужная. Тем более врач, я думаю, что врач стоит всё-таки его выпить. Послушайте, когда мы получаем какой-то укол правдой, или у нас страх, что нас бросят, оставят, и мы понимаем причину из-за чего, мы начинаем что-то действовать, действовать, что-то делать. Обещаю, клянусь, похудею, перестану пить, буду вовремя приходить с работы. Мы что-то начинаем делать. Вы. Лариса, как я мог обещать, когда я не знал, какую группу инвалидности мне могут дать? Я не мог ей обещать это, потому что я не люблю врать. Не обещали, вы бы пообещали, что вы пить не будете, а там уже про инвалидность это вторая история. Она вас не бросила, потому что вы инвалид, а потому что вы были муж плохой. Мне даже была мысль, что может быть это и лучше для моих детей. Понимаете? Я вообще думал, что может мне действительно как-то самоустраниться, потому что эта ситуация складывается так. Она останется человеком, который достаточно достоин. Это тоже мужское ствона, да. Перестаньте, это все слова, не верю ни одной буквы. Почему? Нет, я говорю искренне. Потому что если у тебя сегодня был бы мужчина, которого ты любила, и его бы увела, ну кто даст? Хакамада. Ты бы сказала, она прекрасная женщина, прекрасная. Я точно знаю. А я другая. Хакамада, она и все. Перестань. Это нормальное человеческое чувство. Когда у тебя уводят твое, ты не можешь реагировать, у тебя не может быть такая благородная. Значит, вы ее не любили. Значит, вы понимали, что вам без нее будет легче. Они себя разрывают, смотри. Он был женат? Он был женат. И он, для того, чтобы доказать, что он честный человек, он развелся. Он поехал и оформил этот развод. Вот этот промежуток, пока он не развелся и уже окончательно не забрал вашу жену с чемоданами, вы что-то предпринимали? Предпринимал, лечился. Разматывал и заматывал гипс. Костыли как-нибудь к пластырем к себе приклеили, сделали бы генеральную уборочку, наготовили бы картошки с мясом. Невозможно это было. У меня не упрямлялась нога вообще полностью. Гипс был. Послушайте, ну что я не видела, как люди ходят. Виктор, до тех пор, пока вы не скажете, я был дурак, глупый. Это по моей вине разрушился брак. У вас не будет новой жизни. Слишком тихий он, тихий. Надо как-то быть поэнергичнее мужчине. Дело в том, что у Виктора Марс в рыбах, это люди нерешительные. Этим людям лучше переждать, посмотреть, как ситуация сама повернется. Да, да. Как она решится сама, в какую пользу. И лучше действительно отпустить, чем держать. И так будет всегда, он не будет ни за кого бороться. Это плохо. Ну это плохо. Если вы сегодня нас услышите, а потом посмотрите на себя со стороны, вы поймете, что вы делали глупость. Мы все совершаем глупость. Мы что, сидим в цветы и нам крылья мешают? Нет, Виктор, но человек для того же совершил ошибку, исправляйте. Чтобы в будущих отношениях у вас такой вот ерунды не случилось. Может быть, жена была властная и он такой мягкотелый человек и потерялся. Если бы она была властная, она бы восстановила бы. А у вас что на сегодняшний день? Сегодня я работаю. Да, работа есть. По-прежнему? Ну, Ларис, давай лучше посмотрим. Это лучше будет и понятнее. Работа. Скорая медицинская помощь. Станция скорая медицинская помощь. Фактически мой второй. Момент аварии помнят? Конечно. На бочок. Чуть-чуть капельчку. На левень, на правду. Все, 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 достаточно. О! Человек дело делает, людям помогает. А я еще знаю, как врачи, которые на выходные отрываются, выпивают, как они не помогают, а как они вредят. И будь вы с семь пядей во лбу, но как спортсмену нельзя, потому что не даст результатов. И врачам нельзя. А что нельзя? Просто нельзя выпивать в выходные, потому что в понедельник. Потому что ты не пьющий человек, а я пила. И я знаю, что ты когда-то пьешь, а потом выходишь на работу. Но мне фиг с ним загримировать. Претензий нет никаких, никому. Все до поры до времени. Ты не знаешь как-то. Ты что, защищаешь врача, который пьет по три дня? Что у человека нет ни семьи из-за этого распалыва, все. И пожалуйста, пейте, а потом... Да, потому что многие врачи, извините, так и остаются без семьи. Потому что, извините, нерадивые жены, как в данном случае, бросают их за лучшую жизнь. На такую зарплату, извините, не каждая разбежалась. А потом, знаешь, говорите, у меня двое родителей от вот этого дела погибли. Так что я тоже знаю, о чем говорю. История знает людей, трезвенников, страшных людей, которые никогда не употребляли... Это знаете, как говоришь ребенку, почему плохо учишься? Он говорит, а что ты думаешь, что только отличники хорошие люди, а троечник... И начинают примеры, что этот был двоечник, ну каким прекрасным человеком вы... Да, именно так. Это не связано. Если вы хотите, Виктор, начать новую жизнь, перестаньте бухать в выходные. Это вообще несовместимо между собой. Врач и выпивка. Я вам сегодня желаю встретить женщину с лидерскими качествами. Ту, которую вы не хотите. А не хотите вы женщину с лидерскими качествами? Потому что вам удобно жить с никакой. Чтоб не мешало. А я хочу, чтобы она мешала вам, чтобы она будоражила, чтобы она вас тащила наверх, чтобы она сказала, ты молодой мужик, 56 лет, давай бери себя в руки. Посмотри, вот как этот вырос, как этот вырос. Сегодня можно все. Да. А он хочет, наоборот, тихой покладистую. Когда будут, наверное, выпивать месяц? Потом наливает ему под нос. Тихая покладистая. Я не согласна, потому что, извините, тут речь идет не о том, что он попал в исправительную, извините, колонию, а жена должна над смотрочком. Или куда-то его это делал, уже к старости идет, поэтому расслабон нужен. Поэтому жена должна быть вам понятной. Ну, уж не знаю, пьет, не пьет, это вопрос такой относительный. Ну, такая своя, родная, душевная. Наш жених привычки и спокойствие. Вот, знаете, можно даже сравнить с предметом мебели. То есть, если он приходит домой, все должно быть привычно. У него есть любимое кресло, он сел, включил телевизор, и он хочет, чтобы его никто не трогал, никто его ничего не заставлял делать, он устал с работы. И так, в принципе, он будет идти по жизни всегда. Скажи, а зачем жене? А жена будет роль тапочек или пультика исполнять? Лариса, а он еще, ого-го, извините, супружеский доктор выполняет. Да я думаю, если ему лень, все остальное, то и Леонид. Да нет, он спортом занимает. Я просто могу объяснить, какой человек. Жена какая нужна? Жена должна совмещать в себе несколько качеств. Луна в рыбах, а Венера в овне. Я согласна с тобой, что, конечно, она должна быть активная, и действительно, она должна быть таким моторчиком. Но, с другой стороны, она должна быть чувствительная и понимать его настроение. А он ей зачем? А вот это мы у женщин, у невест спросим, нужен ли... Нет, вы такие сегодня, обе впали в прелесть. Вместо того, чтобы мужчину как-то встряхнуть, вы... Ну, с другой стороны, смелый доктор, который на всю страну признался в своем недуге. Значит, что-то хочет изменить. Проходите. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Светлана. Давайте познакомимся поближе. Спасибо. Проходите. Светлана. 45 лет. По специальности штукатур-маляр. Работает дворником. Обожает вязание, рыбалку и отдых на природе. Признается, что не любит читать. Предупреждает, курит и имеет властный характер. Гордится большим домом с бассейном и конем с омбреро. Когда муж узнал, что за Светланой ухаживает коллега по работе, привел его домой и благословил на союз с ней. Светлана надеется, что Виктор никому ее не отдаст. Здравствуйте. Здравствуйте. Светочка. Какой галантный у нас в жизни. Благодарю. Молодец. Да. Светлана, а почему муж так легко вас свел с коллегой по работе? Вы плохо жили? Проблемы были в семье? Нет. Мы определенное количество лет, довольно-таки много, 13, прожили замечательно. Так получилось, что он встретил другую женщину. А ваш муж первый начал? Да. Глаза у него, смотри, какие у него такие явки голубые красивые. Но тем не менее, они внешне как-то так похожи. Они гармонируют. Они гармонируют. Мы познакомились очень рано, нам было по 15 лет. Через три года мы поженились. Сами понимаете. Он ушел в армию, два года я его прождала. То есть другой жизни не знали? Нет, вообще не знали. Да. Может быть, поэтому... Светочка, а загулял он уже в таком зрелом возрасте? Да. 30 лет было. Ну, послушайте, ну, парень должен либо до свадьбы догуляться, либо он будет это делать во время брака. Ну, получилось так, да. Потому что нужно будет набрать. Приобретят двоих детей. На тот момент они были маленькие. Хорошей женой были. Все равно ему уделяли. Ну, я считаю, что да. Мама всему научила. Завтрак подать, рубашку погладить. В Москве все это дело происходило? Нет, мы из Твери. Ой, какой город прекрасный. А что, правда дворником работает? Правда, работаю дворником. Не похоже. Прямо, да. Такая стильная. А дайте видео посмотреть. Может, там не дворник? Нет, дворник. Работаю я дворником. Нисколько не стесняюсь своей работы. Но, однако, с юмором говорю, что я менеджер по благоустройству. Тебя и дворник. Хочу сказать, что работа-то очень полезная. Бесплатный фитнес, за который тебе ищут бесплатный. Проходите, пожалуйста. Мы вам покажем, как мы живем. Это комната моей дочки. Сразу видно, что она у меня лошадница. Практически все фотографии это нашего сомбрера. Это гостиная, кухня. Все совмещено. Всему этому хозяйству, конечно, требуется хозяин. А вот это наша гордость. Кличка его сомбрера. Ничего себе дворник спуслая с лошади. Конечно. Ну, видите, он же заявил, что домашнее ему нужно ласковое женщину. Да, они домашнее. Сказали иметь власть на право, чтобы не скрывать этого. Так откуда появился ухажер? Ну, ой, в разгул. И я в разгул. Вы не в разгул, вы влюбились. Да, я просто стала принимать ухаживание. И однажды ваш муж привел его просто за ручку, когда узнал. И благословил. Да, мы попытались, ну, в общем, как, начать все заново. Все, друг другу все простить. Когда он привел домой и сказал, будешь с ним жить, вы сказали, буду. Я сразу сказала, да, не задумываясь ни на секунду, причем. А тот, что за тетех, которого он за руку привел, он что, не сопротивлялся? И как телек. Нет. Я так понимаю, что они где-то в гараже встретились. Трезвые хоть пришли-то? Нет. Оба на рогах. Еле стояли. Ну, друг по дружку попирали, короче. Ну, домиком называется. Ну, вы не обалдели ничего? Нет, я не обалдела. Я, наверное, я не то, что растерялась. Я даже не думала ни о чем в тот момент. А вы как хотели, чтобы они бились за вас? Или вот так, спокойненько, за бутылочкой? Нет, наверное, не то, чтобы бились. Но я думала, что... Муж так его не отпустит. Да, что он так не отпустит. И вот вы его выгнали мужа. Он сам ушел. А куда ушел? Было где жить? Ушел к своей женщине, с которой встречался. А вы, поскольку ваш был тоже женат, да? Да. Забрали к себе. Он, наоборот, его забрал к себе. А та не билась за своего? Та билась долго, год целый. Хорошо зажили? Очень. Так не желание никогда. А дочке сколько было лет? Шесть. Шесть лет. Она не приняла его вообще никак. И что она стала? Как дети могут? Она, зная мою слабость о том, что я не люблю, где все валяется. Если ты полотенце взял на этой вешалке, то, пожалуйста, его повесь сюда. Если чашка стояла там, то она там должна стоять. Эта девочка сделала все для того, чтобы этот человек вышел из дома. Пока меня нет, у них там вась-вась-вась-вась-вась. Как только мама на порог, девочка пошла все это на место по местам разбрасывать. Знаешь же, что маму не любит. И говорил, что дядя Валера. Да, и говорил, что дядя Валера раскидал. А вы как ее наказывали, разговаривали с ней? Нет. Ну как? Верила на слово ей. А, вот в чем дело. Да. И дядя Валерия пятый угол приходилось искать. Да, да. А уже когда... А он не говорил, это не я, это она. Говорил, говорил, но я не верила. А вы говорили, нет, это мой ребенок, напрасили на нее, она тебе не родная. Дочки простили потом, когда он ушел? Да, она поняла, что она сделала большую глупость. А исправить-то уже ничего нельзя было. Тоже вернуть нельзя. Уже у человека была другая семья. Только я-то в тот момент осталась одна. Скажите, и никогда дочки не припомнили? Никогда, нет? Ну хорошо, дочка, да, она по-детски так себя плохо вела, неправильно. А ваша вина есть в том, можно было, ну, сказать ему, Валер? Можно было. Ну и бог с ними, с этими штанами и носками. Можно было, но характер, наверное, не позволял. Я так у нее дочь у нее специально разрушала их. Она специально. Ну, ты знаешь, это детская ревность. То есть еще неизвестно, как твой ребенок поведет, приведи ты какого-нибудь. Вот я боюсь этого. А вам примак, как я понимаю, нужен. Дом-то у вас большой, хозяйство. Да. И что, он там все по местам должен? Что он там делать-то должен? А я уже устала все это ставить сама по местам. Знаете, тогда наймите рабочую силу. А муж-то здесь при чем? Ну, мне не нужно оно. Мне нужно именно мужчина. Ну, правильно, у нас все в порядке с этим делом. Будем. А откуда мы знаем, что в порядке с этим делом? А вы чего, не видели, что ли? Посмотрите на него. А возраст, между прочим, я хочу сказать, что между нами 10 лет разница. И что? А то, что здесь в вашем возрасте все женщины остаются в одиночестве, это как? Надо с человеком попробовать хотя бы пообщаться. Не говорю о том, чтобы пожить. Вам лет-то сколько? Где у вас вообще нет времени на медленные танцы? Ничего вы вообще говорите. Не надо. Только вы меня больно списали, больно быстро. Ей нужен мужчина во всем понимании этого слова. Понимаешь? То, что мы разучились уже, даже, наверное, вкладывать туда такой смысл. Вам какой-никакой не нужен. Нет. Вы сами пашете всю жизнь, воспитали дочку, дом прекрасный. Поэтому вам нужен мужчина, который будет наравне с вами. Да. Хорошо. Если Виктор скажет, Светлана, ты мне нравишься, ну поехали со мной. У меня там работа, все-таки мне работа тяжелее поменять, чем тебе. Дворов хватит. Везде твой дом будем снимать или дочке оставь. Поедете? Нет. Почему? Никогда никуда не уйду от детей, от родителей. А может, это зачем вам? А вот он придет в ваш дом. Приглашаю, дом большой. Ну хорошо. А потом у вас не сложится, и он как пришел с чемоданчиком, с железными узалками. Да. Так он с этим чемоданчиком и уйдет? Ну получается, что да. Но мужчина не только для работы и для помощи. Мужчина... Это... Мужчину нужно уважать. Согласна. Уважать. То есть у нее такой имидж, такой женщины и мужчины. А на самом деле это по сути посмотреть. Пойти не дом, выкормить коня, да? Сюрприз покажете? А у меня подарок. Какое счастье. Красота. Это сердце я делала собственными руками. Так я увлекаюсь этим. Вот как две половинки эти. Нашли друг друга. Черная это кто? Ну пускай мужчина будет. Хорошо. А женщина все-таки побольше. Свет сами сделали? Сама. Умница. Ну это же просто на все руки. Вот пусть наши сердца найдут тоже друг друга. Такая красота. Пожалуйста. На все руки мастерицы. Спасибо вам большое. Вы мне нравитесь. Проходите. Цветочки не забудьте. Вы мне, конечно, простите за мое утверждение, но это у меня сложилось годами. Я не люблю женщин, которые привыкли ставить мужчин на свое место. Причем на то место, на которое они сами определили. Внутренне мне, Светлана, понятно. Мне нравится такой тип женщины. Я сама где-то такая же, как и она. То есть вот если бы была Света моей соседкой или где, я знаю, что я бы с ней дружила. Я бы ходила к ней пить чай, потому что это мой человек. Мы с ней похожи. Но вот как вы собственными руками разрушаете отношения с женщиной, вы по своей воле одиноки. Так и Светлана, имея такие данные, она прекрасный человек. Она труженица, она настоящая. Я бы с ней пошла в разметку с собственными руками. Она не допускает к себе мужчин. Он слишком мягкотелый. И сам еще не знает, что хочет. Виктор, я вас в батраки не отдам. В конце концов. Ну что это вообще? Спасибо, Руслан. В конце концов. Вы не проживете. Вы долго не проживете. Это точно. Итак, мама. А что звезды? Солнце во льве. Такому человеку или особенно женщине, конечно, нужна любовь. И она, конечно, в ней нуждается. Но пока она не поменяет себя, никакой мужчина рядом с ней не задерживается. А она видишь, как говорит, а будет хороший мужчина? Я полиняюсь. Будет ли мне поменять? Начать нужно только с себя. И в той ситуации с дочерью, конечно, не дочь надо винить, а только себя. Потому что как можно расстаться с мужчиной только потому, что он куда-то там что-то не туда положит. Можно я к ней зайду на одну минуту? Прямо у меня руки чешутся. Да, обязательно. Человеку, может, в жизни справиться. Не могу, Свет. Ну вот просто вы мне так нравитесь. Ну вот такая классная. Что это за... Вот это вот на голове. Волосы отращиваю. Были длинные, на ворот обрезала. Зачем? Чтобы что? А чтобы вот что-то поменялось? Зачем? Как второй ушел, сразу обрезался. Ну зачем? Это в 20 лет можно экспериментировать. Сейчас не надо. Потому что у вас все прекрасно. Ну хватит уже, ну будьте женщиной-женщиной. Я сказала, я бы с вами пошла на разведку. Я бы была вашей любимой подругой. И вы бы были моей любимой подругой. Но мужчины таких не любят. Не любят, боятся еще. Да не боятся, они не любят, они видят женщину. Это как спать самим с собой, Свет. Надо меняться. Я очень хочу, чтобы вы пришли к нам еще. Я буду уговаривать редакторов, чтобы вас пригласили. Ну давайте, я даю хотя бы год. Ну что-то. Ладно? Все, целую и люблю. Спасибо большое. Виктор, вы знаете, что у нас есть три бонуса. Скелет в шкафу, общение наедине и семейная тайна. Что выбираете? Ну знаете, у каждого человека есть свои тараканы в голове и скелеты в шкафу. Может быть, все-таки вот с этим... То есть вам мало, мы ее терзали, здесь сидели, терзали. Вам еще хочется узнать, что у нее там под кожей. Но я вас умоляю, давайте не будем добивать. Я сейчас ходила, там ей капало на мозг. Пообщайтесь с ней. Все, вы правы. Послушайте, пообщайтесь с ней наедине. Она классная. Вот вы просто посмотрите в ее голубые глаза. Она женщина. Просто она сама себя загнала в этот угол. Я все-таки доктор. Ну ты болевая очень. Очень болевая и жесткая женщина. Меня тяжело уже переделать. Да, я согласен. Так же, как и меня. Мы достигаем какой-то определенного возраста. Да вообще, с детства. Когда вот какие-то качества. Но они, качества эти, помогают нам в чем-то другом. Да, все, что я имею, я это ударю своим характером. Дом свой, какой великолепный дом. Мне понравились вот эти фотографии. Это мне целостеная. Вообще классно. Это вообще интерьер великолепный. Да, это все сама делала. Чистота, порядок. Все делала сама. Умничка. Стараюсь. А вот это ты тоже сама делала. Это все сама. Заняло вот это вот подарок. Неделю где-то. Неделю. Ну спасибо. Ну и то, я только вечерами то, что я вижу. То, что душу. Вижу. Спасибо. Виктор. Не зря сходили? Нет. Вот, а я вам говорила. Ну что, Света, испугалась тебя. Встречайте, невеста. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Марина. Я пришла сюда за счастьем. И я думаю, мы его найдем здесь. Это мне. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина. 40 лет. Работает специалистом в отделе кооперации на закрытом военном объекте. Увлекается медитацией, психологией и конным спортом. Мечтает издать книгу о послеродовой депрессии. Гордится тем, что похудела на 16 килограммов. Марина долго боролась за мужчину, от которого родила дочь, но он женился на другой. Надеется, что с Виктором она сможет построить полноценную семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой у нас жених, галантный. Видите? Да. Мы это уже оценили. Смотрите, как. Он уже повеселел, улыбается. Мариночка, а почему вам пришлось бороться за отца своего ребенка? Знаете, получилась очень интересная ситуация. Когда я забеременела, уже все сходилось к тому, что он начинал искать, встречаться с другой. Во-первых, он был на 9 лет меня младше. И для его матери я была, скажем так, страшной женщиной, потому что это было что-то ужасное. Это был неравный брак, это был мезальянс. Мне было тогда 31 год. Ему было, соответственно, получается 22 года. Замечательная женщина, такая доброжелательная. Однажды у нас была такая очень интересная интимная ситуация. А он сказал, говорит, я хочу ребенка, но жениться не хочу. Я говорю, так, дорогой, а как это так? Я буду содержать, я буду... Он был русский парень? Да, он был русский. Ну, наверное, в порыве какой-то особой ситуации. Сказал, ребенка хочу. Поэтому давай не будем предохраняться. Вообще не могу больше. Вы знаете, Ларис, ребенок получился чисто случайно. Я знаю, мы до ребенка еще дойдем. И вот он вам рассказывает, что мама против. И у него появляется молодая... Я об этом не знала. Он начал ходить на свидание. Он все равно, видимо, такая добродушная. Да, он не верит ее. Мягкая такая. Вы забеременели после того, как с ним расстались, и он с вами случайно встретился, случайно пришел. И тут у вас опять страсти. Он пришел говорить о том, что он уходит, и я как бы не хотела его отпускать. Я говорила, как же так, что... И вот тут получился момент... В страсти, да, в последний раз. На посошок он вам... На посошок. Лиха. И этот посошок превратился в ребенка. Это мое счастье. Этот посошок стал моим счастьем. У него было такое обалденное лицо. Вот вы знаете, такое лицо я видела два раза в жизни. У него было такое обалденное лицо. Он сказал, ребенок будет, ребенок. Это же такое чудо, это такое это... Я думала, что по крайней мере, как он и обещал, что он будет воскресным папой. Ну, хорошо. И вот вы себе спокойненько обеременели. Ну, все было не так спокойненько. Он поехал с этой девушкой отдыхать на море. Вот. Я была, естественно, в трансе, когда я узнала. У меня начались проблемы со здоровьем, естественно, начались проблемы с беременностью. И вы попросили у него денежку? Я попросила у него денег, и попросила у него денег обманным путем на лечение. Я сказала, что мне нужны деньги на аборт. Вот. Он тогда их сразу дал. Сразу нашлись деньги. А девушка, нет, а девушка-то вот, которая... А девушка мне периодически названивала. Оставь его в покое? Да, оставь его в покое. Вы же сами тоже звонили. И я звонила, да. Потому что, ну, я боролась за свое, как я считала тогда. Да, Роза, ты всегда говоришь, надо бороться. Я боролась за свое. Деньги из мужика выжила. Ребенка оставила. Смотри, еще и с подругой развела. А вы сейчас какого мужчину хотите? Я хочу мужчину немного старше себя. Не надо. Вот я прямо зачитаю бы это по вашему вопросу. Значит, желательно, чтобы он нанял домработницу и был финансообеспеченным. Если бы он имел хорошую иномарку, ну, вы в провинции, вам 50 тысяч, были бы вы москвичом, то вам, конечно, 100 тысяч было бы. А вы хотя бы день жили с домработницей? Нет. А и вы хотите помоложе, потому что не хотите чужих детей. Почему мужчины хотят женщину без детей, а женщина не может хотеть мужчину без детей? Да нет, можете все, что угодно. Как говорится, слон тонну бананов съест, есть он съест, а кто же ему даст? Мне мужчин жалко, мне мужа своего жалко, брата своего жалко, потому что мужчинам тяжелее. Потому что мужчины редко бывают так коварны, как женщины, а женщины часто. А вы прямо уверены, что в 40 лет с маленьким ребеночком вы вот такого мужчину, про которого описали, найдете, он согласится. Мечтать не вредно. Вам нравится, Виктор? Ничего в нем не смущает? Меня смущает алкоголь. Алкоголь смущает всех, и меня тоже смущает. А еще что? А меня смущает... Он инертный такой, неактивный, ленивый. Это неправда. У меня есть ощущение, что она ему понравилась. Ну да и... Совет да любовь. Сюрприз приготовили? Да. Виктор, пройдемте. Виктор, моя мечта – это поездка в Париж. Поездка в Париж не просто, а с любимым мужчиной. И вот я приготовила небольшой импровизированный вариант утреннего легкого завтрака и прогулки по Парижу. На завтрак принято в Париже есть круассаны, но поскольку у нас душа русская, я приготовила блины. Пожалуйста. О, красиво, красиво. Романтично. Блины пекла я сама. А сейчас попробую. Даже интересно. Ну что ж. За знакомство. Ой, девчонки, как хочется блинчиков. Даже не в Париж, а блинчиков. Это правда вкусно. Да. Теперь наша прогулка. Она такая напоминает мне взрослая кукла Барби. Ну что ж. В розовеньком такая вся. Как поется в любимой песне. Главнее всего погода в доме. Вот я хочу, чтобы под этим зонтом хорошую погоду. Мы гуляли по Парижу. Спасибо. Спасибо большое. Девчонки, цветочки забирайте и проходите со своей подругой в комнату. Сергей. Да. Как вам? Ну, она более мягкая, чем предыдущая. Это подкупает. Она так мягкой подушкой задушит. Мягонькой, на мягонькой перинке. Что-то я прямо уж так это пригорюнилась совсем. Вторая невеста собирается нас припахать к чему-то. Первая к огороду, вторая тут деньги зарабатывай. И так уже отдохнуть хочется. Всем все доказала. А тут давай гувернантку, давай то, да еще чужого ребенка воспитывать. Ой, не знаю, но если только она вам физически, вроде бы как так, это ее даже приобняли. Марина, ну ты нас несколько неожиданно удивила, что ты написала там. Хочу дубработницу, хочу, что-то там хочу. Мы были не готовы к такому повороту. Мы там стыдились, сидели. Как вам Марина, понравилось? Ну, хотел бы выяснить, может, какие-то еще скелеты в шкафу есть? Как он хочет скелеты прямо про всех женщин? Это важно. Ну, что же это такое? А вдруг что-нибудь узнаете, а у нас вот один жених отказался. А если распахнуться в шкафы неизвестно в какое время, еще я свечусь один на один. Сейчас я посмотрю, можете. Ужас какой-то. Да кошмар. Любит писать кляузы. Мариночка, идите к нам. Что-то я не поняла. Вы на управдом, что ли, пишете? Нет. Просто получилось с моим участием в передаче не совсем красивая ситуация. Я написала анкету, мне позвонила девушка, провела со мной интервью. Все было замечательно, все было хорошо. Я посылала ей фотографии и иногда ей звонила, спрашивала, когда будет, достаточно ли фотографий. То есть вот такие вопросы, которые волнуются в обычном режиме. И вот один раз у меня планировалась поездка на достаточно длительное время. Я считала, что это важно, думала, может быть, в это время будет эфир. Хотела ей позвонить, спросить, будет ли в это время эфир, потому что я уезжаю. И вообще предупредить. Я позвонила в 9 утра и вдруг наткнулась на такое хамство. Девушка говорит, да вы безмозглая, да вы дура, да что вы тут мне звоните, у меня до 12 были съемки, что вы мне звоните, меня будете. Да вы что? Да. Ну это вряд ли, что кто-то из наших редакторов. И вы что, и вы кому-то написали? Нет, вы знаете так, безмозглая. И что, никому вы написали? Я написала генералу. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Узнаете меня? Да. А теперь давайте еще раз эту историю, только по-честному, как дело было. Я позвонила в 9 утра. Вы позвонили, начнем с того, не в 9 утра, а вы позвонили в 8.50. И до этого вам строго-настрого запретила я, при всех своих коллегах, мне звонить на мой личный номер телефона. Я такого не помню. Такое было, это может доказать любой из редакторов. Вы мне звонили на протяжении месяца, практически каждый день, хорошо, предположим, через день, с одним и тем же вопросом, когда я попаду на передачу. Но что я вам очень тактично и вежливо. Марина, вы уже достаточно сказали, теперь буду я говорить. Я вам сказала, что подождите, ваша очередь придет. Я с вами общалась тактично, вежливо. Но когда вы мне позвонили уже в 10-й раз, я вам сказала, я вас прошу, больше мне не звонить, я сама с вами свяжусь. Что произошло через 3 дня? Вы назвали меня безмозглой. Подождите, я вас не назвала безмозглой, я до этого момента дойду. Ровно через 3 дня вы мне звоните в 8.50. Я вам задаю тактичный вопрос. Марина, у вас есть мозг? Я вас не называла безмозглой, я вас не называла дурой. Вот все, что написано здесь, это клевета, это поклеб, и это, простите меня, глупая попытка манипуляции моим руководством, и в том числе унизить и оскорбить меня. Видишь, сразу, ситуация некрасивая. Итак, так-так-так, не в моих правилах жаловаться, сегодня я была оскорблена до глубины души действиями вашей сотрудницы редакции программы «Давай поженимся», мое имя, фамилия. Так вы еще не рассказали, какой вы мне смс потом написали, оскорбив меня, и каким словом вы меня обозвали? А какая смс-то? Она мне написала то, что, ну, я не буду как бы произносить, она мне написала, я после того повесила трубку, она мне написала, что я хамка, перешла со мной с «вы» на «ты» сразу же, хотя у нас, простите, с вами были деловые отношения изначально, исключительно деловые. Я вам не ваша подруга, чтобы вы мне тыкали. И после такого поведения, хорошо, у нас руководство, слава богу... А мера пресечения, Марин, какое должно быть? Что уволили ее? Нет, чтобы не уволили, я ожидала приглашения на передачу. Вы на программе у нас? Ой, может быть, вы помиритесь? Да, я хотела приглашать. Марина, давайте, да, мне кажется, будет лояльно, если мы с вами возьмем друг другу руки, помиримся. Маленькое прощение. Спасибо. Да, пойдемте. Я работаю. Да, я работаю. Спасибо, проходите, спасибо большое, Марин, проходите. Мы без комментариев. Как ты, жива? Жива. Жива, ничего. Ну, так сказать, отбивалась. Ну, у нас еще есть одна невеста, и я предлагаю вам с ней познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Любовь. Я очень рада с вами познакомиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеется, что с Виктором их сердца забьются в унисон. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, мне не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не дарю. АПЛОДИСМЕНТЫ Любочка, вы специально, что ли, себе мужей алкоголиков запойных выбирали? А вы знаете, наверное, на лбу написано «спасу всех». Ну, хорошо. Нас же как-то жизнь учит, Люба. Но если один был мужчина-алкоголик, да мы потом их можем рассмотреть за 10 километров. Вы из какой семьи вообще? Я из неблагополучной семьи. Папа ушел от нас, когда мне было два года. Это со слов мамы. Ну, мама, видимо, тоже несчастная любовь. Она вышла замуж рано, когда, наверное, лет 18 было. Поэтому она нашла себе утешение вот как раз в шампанском бокале. Бедная Любочка. Видишь, какой шлюх тянется. Все наши проблемы, секреты с детства. Вы одна в семье, дочь? Нет. Мама второй раз вышла замуж уже, когда мне было 16 лет. И от второго брака двое детей. Но я хочу сказать, что папа-то ко мне вернулся, именно ко мне, когда мне было 26 лет. Вот. Он приехал с чемоданом ко мне. То есть надо было поддерживать? Приняли? Да. Он пожил у меня, наверное, недельку-две. Вы знаете, в первом углу у меня всегда человеческий фактор. Он вас бросил. Да. Из-за этого мама спилась. Вас отдали в интернат. А потом он помотался и думает, куда же мне к кровенушке, к родной. Конечно, вернусь. Причем привезла его жена. Да. И сказала, да, потому что не могу больше. Да. То есть вы своим поведением показываете, что вы аморальные люди мужского пола, которые размножаетесь, потом бросаете, непонятно на какую жизнь обрекая своих детей. Вы можете помотаться всю жизнь, а потом вернуться и дети вас примут. А вот, чтобы они знали, что не примут. Хорошо, давайте про маму. Мама начала пить и пить лихо. Ее родительских прав лишили? Да. Ее лишили родительских прав. Но она старалась, потом восстановила родительские права. Но к ней так я не вернулась. Я так и закончила школу, интернат с 10 классами. То есть вы из... Мама жива сейчас? Да. Мама жива сейчас, слава Богу. Воспитывает внучку. Вот. Поэтому как бы все у них хорошо. Я рада за них. Любочка, скажите, от этого ранний брак? Да. Хотела любви, семьи, понимания. А почему не приняла вас семья жениха? Почему не приняла? Ну, во-первых, они знали маму, знали папу. Они примерно одного возраста, родители моего мужа и родители моих. И говорили, ой, только с ней не связывайся. От осинки не родятся апельсинки, но весь набор, да? Ну, во-первых, когда дружили, еще они... Я стеснялась и не ходила в дом до последнего уже. Потом как-то все-таки пришла и согласилась. Свекровь, так скажем, будущее. Она сильно хотела знать, с кем же ее сын гуляет, встречается. А вы красотка. Ну, если вы сейчас так выглядите в 44 года, я представляю, какой вы были красоткой в 18. Ну, сильная она, я хочу сказать. Досталась жизни, конечно, очень ей. В общем, не приняли. Не приняли. Но вы все равно поженились. Не приняли, мы поженились. Родился ребенок. Родился ребенок. А кто будет с ребенком помогать? Конечно, его мать, естественно. Да. И вот однажды вы заметили, что... И вот однажды мы заметили, так как я уже видела, какое ко мне отношение, у меня молоко пропало два с половиной месяца, Славику было, и я ходила на молочную кухню. Я пришла, видимо, тихо как-то пришла. Открыла дверь и в это время услышала, как она кричит на восьмимесячного ребенка, да. Проблемы, что я не могу уехать, нянчиться. Ну, я, естественно, это все слышала. Пришлось мне сделать вид, стукнуть дверью, показать, что я все-таки пришла. Как она отреагировала? Она сразу игриво начала играть у моего тетя-тетя-тетя. Ну, вот как-то так. Вы переехали от родителей после этого случая? Мы переехали от родителей, да. То есть вы ему уже сказали, что опасаетесь за здоровье и за психику ребенка? Да, я сказала, устраиваясь здесь на работу, никаких больше поездок, и он устроился вот на работу, и мы, в общем-то, стали жить как приличное. А когда стали понимать, что он проигрывает деньги? А когда стали уже стучаться в дверь и спрашивать, а где Андрей? Вот, Андрея нет, Андрей на работе. Потом, в конечном итоге, мне стали подруги говорить, Люба, Андрей у меня деньги занимал. Сколько прожили? Так, в 89-м году я вышла замуж, в 2000-м я официально подала на развод. А потом встретились с культурным алкоголиком, что значит? С культурным алкоголиком. Культурный алкоголик, он покупал себе бутылочку, она стояла в течение дня в холодильнике. Водки? Он ходил в течение дня, как валерьяночку капал, вот, попивал. И к вечеру бутылочки. Я работала, он какое-то время не работал, поэтому он встречал меня с работы, приготовленный был ужин. Мне было куплено вино, ему водочка. Естественно, мы какое-то время так вместе ужинали потом, когда я уже поняла, что это, по-моему, затягивает куда-то. А вы знаете, что так женщин-мужчины испаивают? Женщины становятся алкоголичками, мужчины – не факт. Все невесты доброжелательные, в общем-то, сильные. Одна ребенка вырастет, другая тоже. Ну, что я вам хочу сказать. Я вижу пару в виде Виктора и вас. Вот она для меня очевидна. Культурно пить вместе судьбой. Но, послушайте, ну, спасение утопающих, кстати, все в наших руках. Люди должны меняться, ну, мы же люди, у нас есть и все. Просто нужно договориться. И разница в возрасте замечательная, и схожесть профессий, и оба намыкались. Ну, нужно договориться, потому что водка – это плохо. Даже по выходным – это плохо. Если у Виктора это было от безысходности, потому что, чтобы снять стресс и так далее. Но 56 лет. 56. Послушайте, стресс можно снимать сегодня чем угодно. Посмотрите, сколько выставок, сколько, не знаю, сколько театров. Времени нет. А почитать, а сходить в филармонию. Ну, правда, это интереснее, чем выпивать. А приданное у вас какое? Приданное я сама. То есть ничего нет? Ничего, потому что с первым мужем были проданы квартиры. А Виктор мужчина, и чего? Он сейчас свистнет, и он смотрит, какая очередь выстроилась. Я зарабатываю. Но у вас своя квартира или съемная? Нет, я живу у матери. А у мамы хоть сколько комнат? Однокомнатная. Ладно, сейчас все так живут. Понимаете, да? А вот вы человек активный, подвижный. А как вы будете мириться с мужчиной, который очень стабильный, достаточно ленивый, который очень сложен на подъем? Как вообще вы с таким мужчиной сможете ужиться? Вы знаете, никак. Наверное, уже сейчас с третьим мужчином я бороться никак не буду. Потому что с первым боролась, со вторым боролась, и я не чувствовала, что я за мужем. У него тоже ничего нет. Я ничего не понимаю. Ну, начнут с чистого листа, это ему, наверное, не важно. Покажите сюрприз. Да. Скажите, пожалуйста, Виктор, вы любите танцевать? Да. Я вас приглашаю на белый танец, и мне поможет в этом мой друг Игорь. Спасибо. Я прошу тебя, алая заря, не буди меня светом, ты переверни лист календаря, замени весну. Сюрприз классный вообще. Прям вот готовый. Да-да-да, готовая пара, между прочим, хочу сказать. Мечтала встречь с девушкой одной. На этом месте я бил бы песню, я бил бы песню, ей тихо под льной. Я прошу тебя. Спасибо. Спасибо, барышни. Берите цветочки и проходите в пункт, и скоро узнаете, кого выбрал Виктор. Ой, что скажете? Молодцы. Сергей, что скажете? Наиболее подходящей, мне кажется, девушкой. Красавица, ладненькая, с такой фигуркой, активная. А вы что скажете, Виктор? Ну, человек, который настрадался в свою жизнь. Всегда мужчине любому хочется поддержать, помочь, восстановить справедливость. По крайней мере, Любочка ничего не требовала, не пыталась вас впрячь, запрячь и припахать к чему-то. Вот, в принципе, она сама готова вообще, ну, даже сама судьба сделала из нее такую поддерживающую, сострадающую. Вам прям то, что надо. Я как мужчина. Он хороший. Безусловно, но как мужа я его не вижу. Эта женщина очень достойна, она могла бы вас осчастливить, но за ней нужно предпринимать хоть какие-то действия. Нужно поехать в Питер, пригласить ее в ресторан, в кафе. Но я не вижу вашей готовности, я вас хочу предостеречь. Если вы останетесь на той позиции, а скорее всего так и будет, на позиции лени и ничего не делать и ничего не менять, к сожалению, действительно, вы можете, и ваша рюмочка превратится не просто в расслабление, а вы можете уйти глубоко в это. Потому что если вы потеряете работу, то другого способа расслабиться и как-то найти смысл жизни у вас может не остаться. Надо все-таки себя как-то встряхнуть, и за такой женщиной стоит ухаживать. И стоит какие-то действия делать. Виктор, у вас остался один бонус, семейная тайна. Не надо, я все понял, отказываюсь от этих бонусов. То есть большего, чем она себе рассказала, вы не хотите знать? Она многое себе рассказала. Спасибо. Хорошо. Сергей, кого вы советуете Виктору? Я думаю, любую. Виктор. Ну, Сергей очень проницательный человек. Да и тут, по-моему, все очевидно. Придет, прикинь. Так что готовься отказать, если ты так решила. Женщина привыкла к тому, что большая часть после 40 останется в одиночестве. К сожалению, у нас такая генетическая программа существует. И мы к чувству одиночества и ненужности уже, по сути, даже можем привыкнуть. И мы больно, но не умираем. В отличие от вас, кстати. И прислушайтесь к лавам Лидочки. Поэтому, ну, и сестра их наиболее, конечно, Любочка. Любовь, конечно, астрологически вам бы подошла, но боюсь, что вы, к сожалению, не герой ее романа. Она может за вами не выйти. А вот наложение карт между вами и Мариной, второй невестой, достаточно гармонично. Слушайте свое сердце, оно вас точно не обманет. Идите туда, куда оно вас позовет. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Я Людмила, мне 35 лет. Я работаю старшим экономистом в крупной компании. Я занимаюсь восточными танцами и выступаю. Я очень люблю психологию путешествий. Я ищу взрослого, состоявшегося в жизни мужчин. Среднего или спортивного телосложения. Я приглашаю всех выйти из комнат и поддержать решение Виктора. У нас нет пары. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Вот я точно уверена, с ним вы родите в следующем году мальчика. Я против губ, грудей и всего этого. У вас у самой этого добра. А наших учат один раз и на всю жизнь. Сделаем. Никто тебя не любит так, как я. Позвонил из головы не строгого режима. Это очень смешно. Обхохочешься.